Коллеги, я предлагаю, то есть мы достаточно время дали всем собраться, и я все-таки предлагаю начинать, поскольку у нас программа достаточно обширная. Сегодня мне очень хочется поблагодарить наших уважаемых онк-урологов за то, что сегодня вы присутствуете на экспертном совете, потому что мнения ваши чрезвычайно важны, и от этого многие вещи зависят. И Людмила Григорьевна, день добрый. Здравствуйте, Ирина Ивановна, давно не виделись, очень приятно вас видеть и слышать. Коллеги, сегодня мы с вами в рамках экспертного совета рассмотрим ряд вопросов. Соответственно, у нас сначала будет некая вводная часть, в которой мы обозначим вопросы к экспертному совету, и далее мы подключимся к дискуссии, когда будут оценены все дискутабельные вопросы, необходимые потом в последующем к резолюции. Перейдем к практическому опыту использования обсуждаемой комбинации, и также, собственно, сделаем правильные выводы, которые необходимы будут для возможных путей решения вопросов, которые у нас возникают. Мне хотелось бы буквально с обзорной частью проблемы представить в начале нашего мероприятия. Действительно, в основных путях и решениях лечения с метастатическим почечным клеточным раком достаточно много выполнено и сделано, потому что мы все прекрасно понимаем, что рак почки – это распространенная злокачественная опухоль, что именно благодаря тому, что занимает значимую часть в локализационной составляющей, она вошла в 6 нозологий, и выживаемость при отдаленных метастазах, несмотря ни на что, одногодичность составляет 36%, двухгодичность – 22%. Мы имеем при лечении почечно-клеточного рака три линии лекарственной терапии в полном объеме, но такой объем лечения, как правило, получает только 20% пациентов. Поэтому мы к третьей линии терапии приходим от старта на первой линии 77% до 20% пациентов, которые получают три линии лекарственной терапии. И здесь на повестку дня встает вопрос действительно выбора оптимальной тактики лечения для того, чтобы изменить эту парадигму. Дело в том, что мне хотелось бы сказать о том, что у нас есть подходы в системной лекарственной терапии метастатического почечно-клеточного рака, которые дают нам понимание, собственно, важности этого первого шанса назначить пациенту высокоэффективную первую линию терапии. Потому что мы понимаем, что две и более линии системной терапии по поводу метастатического почечно-клеточного учили только фактически 16% пациентов. При этом мы всегда основываемся в определении первой линии терапии старта на прогностические модели для оценки прогноза у пациентов. И данная прогностическая модель вам хорошо известна с определением факторов. Хотелось бы сразу отметить и поставить некоторые вопросы для дискуссии, потому что определение прогностической модели на старте, на формировании диагноза и выбора первой линии лечения, и нужно ли определение данной прогностической модели в последующем при определении второй и последующих линий терапии. На данный момент в рамках клинических рекомендаций у нас существует жесткий алгоритм выбора режима лекарственной терапии у пациентов с метастатическим почечно-клеточным раком. Согласно группе прогноза, есть режимы предпочтения и альтернативные режимы. Приятно осознавать, что в группе выбора предпочтения есть практически полный арсенал всех средств, которые на данный момент доступны в полном объеме нашим пациентам. И с 19-го года, с момента старта марта 19-го года 177-го постановления на лечение рака почки существенно изменилось и были достигнуты действительно очень серьезные результаты. Сейчас мы придем к тому, что клинические рекомендации станут так называемой буквой закона, но радует то, что онкологическое сообщество, формирующее клинические рекомендации, оно действительно в полной мере отражает все новые вения лечения. И, конечно же, наши клинические рекомендации, они отражают международные клинические рекомендации. И здесь бы хотелось обратить ваше внимание на определенные позиции комбинации, которые мы применяем, предпочтительные опции и возможные опционные при невозможности выполнения предпочтительных опций. Хотелось бы обратить ваше внимание на то, что, конечно, те опции, которые мы сейчас применяем в полной мере, Они обладают определенным профилем токсичности, и это не следует упускать из внимания, и коснуться этого в обязательном порядке сегодня нам с вами, коллеги, придется, потому что вся та структура, которая формируется в качестве лечения, о которой мы сегодня будем говорить, также будет иметь свои особенности касаемо нежелательного профиля токсичности. И здесь мне хотелось бы сказать о том, что, скорее всего, сейчас более детально коллеги коснутся возможностей, которые у нас существуют на данный момент, хотелось бы сказать о том, что в Москве действительно есть созданы все пути и возможности для лечения метастатического почечно-клеточного рака. И очень приятно, что в экспертном совете мы обсуждаем именно возможности, последовательности и, что называется, рассуждаем, что приемлемо и как это правильно применять. Хотелось бы в дальнейшем получить все вопросы непосредственно нашего экспертного совета. Продолжение следует...